всем привет с вами амри и мы продолжаем прохождение игры сам на птика прошлой серии мы бегали по разным капсулам по обломкам шарились везде добывали новые технологии и потеряли первый свой мотылек за проклятого жнеца мы открыли кучу новых технологий и в этой серии я хочу их всех построить ну покрайней то что смогу по ресурсам а следовательно мне понадобится сходить в глубоководную пещеру и добыть там все что нам необходимо тому же в комментариях мне сказали то что я не полностью обследовал аврору ухты песку какой наглый там необходимо сдвигать ящики а это можно сделать с помощью пропорционной пушки меня прям напрягает как он прыгает это конечно прикольно но как-то немножко отвлекает меня а также там осталось неразведанная каюта капитана возможно когда я буду сдвигать ящики я найду куин секретик какой-нибудь запись который узнаю код от каюты капитана а начнем нашу серию с того что построим стыковочную шахту стыковочный отсек для транспорта требующие высокие энергии и структурной прочности какой-то слишком большой отсек и я пока не понимаю где его на построить он никуда не стыковывается отсюда можно только к нему как-нибудь потом проходит создать надо отдавать сначала создадим его потом будем смотреть куда его присоединить как это лучше сделать не успеть прочности корпуса повреждений за недостаточно просто исти корпуса усилите корпус или удалите непрочные части а похоже нужно плацдальчик создавать из-за долгого отсутствия человеческого общения вы можете ощущать психологический дискомфорт это нормально согласно исследованиям ваше состояние облегчится если вы заведете питомца или начнете общаться с неживым предметом то за прибой на ёперный я не знал что могут быть пробоины это у меня глюки и сейчас говорили про мое эмоциональное состояние офигеть хух я-то думал я тут бюки начались вода повсюду оказывается это из-за недостаточно прочности корпуса а получается это в базе было я думаю это из-за стыковочной отсека когда можно делать усиление корпуса но думаю пока что не до этого как нибудь справимся с такими маленькими про воинами кто-нибудь придумаем а стыковочной шахте проблем нету либо будет все нормально сейчас глянем с ничего не поменяется до не успеть прочности бла-бла-бла значит необходимо делать фундамент все я вас понял и опять пробоина все-таки это из-за шахты сейчас будем что-нибудь с этим придумывать свинца к сожалению мне не так много так что стопроцентно придется идти в этот шахту в шахту 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 до чего делаем фундамент а как где был в пиндюре то чтобы нормально то встал он с той стороны что ли попробуем сюда его куда-нибудь коник чего не хочет становиться или что на фундамент не хочет вставать либо что и не понимаю прикола его только так может 4 фундамента для него надо ладно пусть пока стоит так раз у вас нету ресурсов чтобы обеспечить его полностью и как-то корабль загнать а вот а вот как это работает ухты прикольно чпонит такой мотылек как-нибудь отсек нас сюда присобачить чтобы могли переходить можем не вообще такое сделать ука отсек да можем ага вот она как работает я фундаментом не нужен или нужен все-таки не знаю сейчас попробовал брать фундамент если ничего случится не случится плохого то а нет случается минус 2 прочности корпуса базы топ или то не то а это вот эта база стоп ну-ка ну-ка общая прочность 0 раз все работает то пусть и так хотя бы не совсем понимаю как это у нас будет происходить может как-то можно сделать вертикальный отсек только куда его присобачить вот так что ли ага все перья понял 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 как это работает фундамент нам усиливает прочность нашей базы отсеки каждый отсек уменьшает прочность так что это независимо от того стоит ли наша база на вот такой фигня или не стоит здесь есть просто общая прочность тогда сделаю здесь крепкий отсек вот так без зеркал я все починим не переживайте есть вертикальный отсек минус 5 прочности 05 а и все да если мы так сделаем то прочность опять уменьшится ну да повреждения раз уже повреждения так что фундамент необходим но можно его сделать и в другом месте пример здесь а если просто усиление корпуса делать вот такими штуками но это необходимо литий это вообще пересмотреть строение своей базы в эти времена фундамент поставим потом будем все менять до прочность увеличили его все все теперь я понял как что работает база затопилось ремонт ремонт и модный отсек тут как тут я марио я справлюсь ох 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 да уж это долго разбирался со всем этим зато теперь понял как что делается здесь есть у нас проходик наверх но необходима лестница для него до лестница соединение два этажа она сильно будет мешать прохождению ну не особо но равно базу будем потом переделывать это перестраивать еще в стыкочном отсеке пробоиной ладушки в здесь вы все наладили более-менее мы представляем как работает строительство окей следующая для меня самое главное это модификационная станция я же хочу на мотылек поставить улучшения так что попробуем создать ее микросхема и алмазик блин проблема то что у нас медь закончилась первая отправимся тогда за поиски ресурсов раз у нас такая ботва случилось непоправимая когда первым делом отправляемся за ресурсами надо все под накопить чтобы потом было из чего строить я поднабывал ресурсов в небольшом объеме и сделал дополнительные настенные шкафчики в них конечно меньше места зато их можно сразу так называть проименовывать сразу же можно здесь я расположил золото серебро а литий алмазы магнетит рубин и ионовый куб инопланетный источник энергии высокой емкости не знаю пока для чего но потом явно пригодится а также свинец принципе нормально такое количество его добыл и можно даже расширить нашу базу сделать побольше фундамента укрепить ее и переделать склады но пока что не до этого первое что хотел сделать это создать модификационную станцию чтобы начать изготавливать улучшение вот такой вот небольшой ящичек давайте временно его сюда воткнем и здесь мы можем создавать термо клинок баллоны емкости высокой сверхвысокой также улучшить нашу пропульсионную пушку до репульсионной ну а самое главное это создать модуль глубины погружения матрика стоп но для этого нужен вот один первого мода вот 3 и 2 можем создать но для этого необходим первый модуль а где нам его взять когда мы его потеряли по стоп стоп не может такого быть как тоже его можно изготовить невозможно чтобы было все так печально вот модуль глубины погружения матрика первый модуль значит мы можем его изготовить улучшение транспорта а это модификационная станция это улучшение транспорта улучшение транспорта делается с помощью консоли улучшение транспорта тогда ее создаем окей ставим ее в стыковочный отсек ну-ка ну-ка она прямо на стенку а ей влепливается а ну-ка 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 ничего не пристыковано здесь есть модуль улучшения а и вот здесь можно крафтить или торпед для краба для матрика и общее усиление корпуса эффективность двигателя и модуль хранилища ништяк тогда сразу же крафтим модуль глубины погружения и хранилище модуль глубины погружения создаем обесточено чего энергия закончилась до какого хрена таком случае создаем больше солнечных панелей и наконец-то восстановили и можем закончить создавать модули есть ука улучшение модуль улучшения названием название менять можем ел даже отображается нифига себе назовем наш мотылек амри мобиль цвет даже поменять ухты круто классно прям ухты аж все разноцветное можно создать вот это круто так и оставим бело-черным еще можно поменять нет нельзя только это и все но тоже неплохо и наконец-то можно поставить улучшение хранилище и глубина погружения хотя стоп 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 тут же модуль ну-ка 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 погодите это у нас модификация в модуль глубины погружения мод 2 пласта левый слиток 2 магнетита и эмалевое стекло сейчас мы это все заварганим дорогое конечно удовольствие но мы это сделаем обязательно а также ну-ка стоп а литий у нас осталось литий 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 если лить и осталось то создадим баллон сверх высокой емкости ну-ка ну-ка литий 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 лития должно быть дофига да есть баллончик 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 вверх высокой емкости ну-ка ну-ка сколько его там будет 225 неплохо то еще можно создать глубина погружения 3 сдавать или нет я пока не знаю но термо клинок мы точно сделаем у-ка ну-ка термо клинок вот такой он пункт рыбку поджарим сейчас попробуем рыбка 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 то есть приготовленный приготовленный пескун моментально шикарно вот это круто даже не на будет рыбку домой таскать и раз у нас есть три рубин чека давайте сделаем модуль глубины погружения 3 уровня интересно насколько глубоко мы сможем погружаться с такими запасами он 900 метров ни хрена себе сейчас главное его не угробить да 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 главное чтобы он не умер надо что-то с этим сделать чтобы нас не уничтожили система перми нейтральной защиты моторка генерирует небольшое оптическое поле для отпугивания агрессивных существ но необходим поле мелин поняли не а где его взять вот полианилин соляная кислота из глубоко водного гриба и соли я мы это все сделаем а глубинного гриба необычного ups ну ладушки пока так что без него обойдемся без отпугивания и давайте сразу же скрафтим все зарядное устройство для батарей вот сюда его влепим и поставим батарейки на зарядку в 4 батарейки пусть заряжается мы сделали все что могли но нам необходимы прокаченные ресурсы так что давайте отправляемся в пещеру глубоководную максимально наша глубина погружения 900 метров так что можем ничего не бояться главное не попасться какой-нибудь злобной рыбине добрались до нашей пещерки и начинаем глубоководное погружение нам было здесь неподалеку сделать лучше этот небольшой он пост как-то поздно об этом подумал сейчас ну ладненько кстати здесь гпк забывал в прошлый раз вот она да давайте прочтем записи об окружающей среде пользователей пол торгал запросил перекрестную сверку данных местного сканирования с идеальными условиями для постройки жилища отображение результатов большая подземная каверна с многочисленными входами условия поддерживают уникальный микромир хищных форм жизни небольшая структурная неустойчивость стенок пещеры обширные залежи ресурсов средний индекс безопасности среды си индекс безопасности оптимального места жительства б участок 7 выбран в качестве оптимального для строительства жилища по следующим соображением близость к одному исходов в каверну на случай опасности средняя удаленность от хищных организмов стабильный фундамент для постройки готовый доступ к материалам создан сигнал местоположения участка то есть у нас будет информации где находится ой глубоководной собака кусака нападать на меня вздумал на гори гори информация 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 возможное жилище до гейзи во и штат ништяк сделаем его желтым цветом 600 метров туда вот там рыбка опасно проплывает так что надо как-то аккуратненько так плавать об меня никто не скушал невзначай а по пути будем собирать всякие материалы магнетит я так и не изучил я смотрю исправим окулус рыбка окулус стой достой ты погоди ух ты же блин ух ты же ё-моё не не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не от писать я не хочу так что назад 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 отплываем назад тут слишком опасная живность какая-то ай кораблик еще повредил надо тут плавать очень и очень аккуратненько капец змеи эти дурацкие там еще какая-то постройка смотрим в оба чтобы нас никто не скушал аптечечка ну-ка здесь что-то есть это звуки страшненькие прожектор по прожектором уже изучали уже нет стационарное освещение разработано для установки на существующие жилища и предприятия вращается на 180 градусов чувствительное к движению будет сопровождать движущиеся поблизости объекты питается от основного источника энергии а ну это тогда ух ты мы будем знать откуда приплывет краба змеи ах ты ж бля а а хочу испугался хух предположительно данное существ живет симбиозе с местными растениями те встречи на экземпляры были обнаружены в пределах 50 метров от растущих медузных грибов часто внутри самих растений то есть 50 метров от грибов они обитают окей оценка избегать краба змеи в случае угрозы проявляет территориальное поведение патрулирует пещерная система в которых обитают и все-все я понял ребята не злитесь особо я сейчас уйду от вас посмотрю здесь все ничего если нет то я ухожу ухожу не переживайте ух краба змеи дурацкие здесь ничего нету нет нету все я валю 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 я вот лег спасай спасай погнали погнали уж ты же и оперный бабой надо починить кстати нашу тарантайку хотят твоим подальше от этих грибочков и надо все починить я не хочу чтобы мой мотылек снова сломали будет не очень приятно если такое произойдет вот здесь бы комнату сканирования построить вот это было бы классно когда бы я легко находил все ресурсы в ближайших территориях там какой-то вулканчик опять извергается надо аккуратненько проплывать мимо него неплохо я тут уже добра надо был быстренько но у нас нет запасов воды и ты так что плывем лучше жилищу до гейзи глянем что там находится опять медузные грибы о и краба змей да как-то резко через них проплывать корабли надеюсь ты выдержишь нападают 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 давай быстрее ты чё такой медленный ускорение что-то опять ударилась от меня давай 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 построек если никаких не видим просто плывем мимо опасная зона фото шлифу это тройницы ну-ка ну-ка ящичек батарейка тоже лишний не будет в возможное жилище до гейзи наконец-то мы нашли его ах ты рыбина ты агрессивная да иди она за нами не охотятся окей фрагмент теплоэлектростанции это у нас уже есть многоцелевая комната есть наконец-то большая кого-то ах ты чтоб тебя собака сутулая да наконец-то вы изучили многоцелевую комнату основное помещение в котором устанавливается ряд различных компонентов требуется 6 титана всего лишь да это прям самое необходимое на а также еще нашел кпк голосовой журнал на гейзи номер пять давайте послушаем всегда есть иерархия подчинения и в нашем мире эту иерархию образует деньги я плачу мэйди долю от того что я плачу тебе а тебе долю от того что я плачу себе если иерархию образуют деньги то почему маргарет принимает решение она нужна нам мы позволяем ей думать все что ей угодно пока она делает то что ей сказано а если она не будет за достаточное количество денег будет люди всегда так делают но не особо информативное конечно сообщение хотя может мы узнаем подробности позже ну-ка что еще можно найти здесь интересненького опять эти дурацкие стоп-стоп-стоп-стоп-стоп сейчас еще умру вы чего аккуратно надо аккуратно им крайне аккуратно фрагмент в это очистительная станция в своем а то будет система фильтрации воды система фильтрации всасывать непригодную для потребления человека воду из внешнего источника атомарная расщепляет ее на составной части вырабатывая готовую к потреблению воду и соль убирая при этом любые вредные побочные продукты она может быть построена в любом совместном жилом модули но имеет существенное требование коллектор обеспечению система фильтрации воды альтеры любую жидкость в чистую освежающую воду со сбалансированным уровнем ph то есть кислотности да сэр любую жидкость зашибись 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 ну-ка 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 торгала номер один этот мир я думал живя под водой недалеко до клаустрофобия отец это чувствует он бы сказал мне что это ребячество но я выглядываю в окно иногда думаю как мне повезло увидеть этот мир вблизи там на острове я бы не поверил какие животные здесь обитают рыбы они светятся есть такие которые состоят на 90 процентов из глазного яблока змеи в два раза длиннее отсека жилища само собой они не все дружелюбны большая часть растительности токсична и я узнал это на своей шкуре но я смог заставить несколько мраморных дынь расти в помещении а когда их не хватает но мы едим этих самых рыб это немного мерзко но тут уж ничего не поделаешь я пытался документировать свои находки отец одобряет он говорит что знание это сила чем больше мы знаем об этой планете тем лучше мы можем использовать ее себе во благо я же занимаюсь этим просто потому что это весело последнее время я наблюдаю за краба змеями они нападают из засады на свою добычу когда она пытается есть грибы в которых они прячутся на дно оседают недоеденные остатки которые удобряют грибы которыми питаются травоядные и цепочка продолжается вот к эволюции просто мурашки по коже ну интересненько сразу видно ребята были хорошими учеными и прям так хорошими но весьма любопытными координаты сигнала загружены в кпк на полу торгала номер два дилемма знаете что мэйда сказала мне сегодня она хочет построить жилище на глубине 500 метров более чем в километре к северо-востоку отсюда и для этого ей нужны бард и я она вбила себя в голову что сможет спасти нас если будет действовать достаточно опрометчиво но я перевозил звездных нарвалов на нептун пласталь федерацию моя семья владеет девятью разными горно добывающими колониями по всему рукову арядны мэйда думает что она лучше руководит в ее контракте говорится иначе но черт возьми я просто не могу сказать то ли это самая глупая идея которую я когда-либо слышал то ли это моя единственная надежда мне на прошлой неделе стукнуло 80 лет я думал что проживу еще 80 но застряв на этой планете я не смогу заменить свою печень когда старая откажет здесь я смертен и мэйда мне пригодится так что это моя ответственность принять решение вернуться на остров и надеяться на то что сбила дегазис небес не сделает тоже со спасательным кораблем или отправиться глубже в поисках ответов и все это время надеяться что старость доберется до меня быстрее чем морские чудовища я дам мэйди должное лишь в одном она была права насчет этих пещер там достаточно лития чтобы изготовить сотни тонн пластали хватит на целый чертов флот подводных циклоп никто и никак не смог бы избежать крушения но я был прав приказав свернуть с курса если мы уберемся с этой планеты о цене акции торгалов заговорят на другом краю федерации данное сообщение свидетельствует нам о том что более чем в километре к северо-востоку отсюда есть еще одно жилище а также что ребят была хорошо прокачана медицина он собирался прожить целых 160 лет и менять его печень и другие органы и они осознавали то что избили такие наполнение также что здесь полно лития но это мы и так знаем нам сейчас нужны лишь одни технологии их что аккуратненько продвигаемся дальше стараясь не попасться в лапы злобных чудищ аккуратненько 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 оба кислородика глотнуть наверное ну да ладненько так обсерватор а обсерватория ухты обсерватория это отсек с панорамным обзором в 360 градусов и очень малой структурной прочностью вы лишь два малего стекла и титан прикольно интересно что в нем можно будет делать пока неизвестно но очень интересно как плывем дальше живая стена какая-то живая стена настенные листва чисто декоративная понятненько база данных база данных что же там будет то что нам уже известно их жалко и все вроде больше ничего нету а кпк-шка кпк-шка журнал на гейзи номер шесть глубже мы уже в двухстах метрах ниже уровня моря вы хотите идти еще глубже посмотрите вокруг шеф мы тонем мало-помалу если прибудет помощь то чтобы нас не сбила она сделает это еще раз и еще до тех пор пока его не отключат вы видите где-нибудь тут рядом выключатель шеф а почему этот выключатель должен быть полукилометром ниже ваш малец обнаружил что-то на сканере там внизу есть что-то чего там не должно быть вы сошли с ума возможно но я все же пойду и мне думается что вы двое пойдете следом и если пойдете учтите ваша власть закончилась на уровне моря о произошел переворот она взяла власть свои руки и они обнаружили что-то на глубине больше 500 метров он невозможно там есть какой-то рубильник либо базы на платья помощью которого возможно отключить эту долбанную систему пола но это не точно так все обследовали давайте уходить нам нужен уже кислородик точно больше ничего нету ну вроде вроде бы все-все-все-все-все где у нас мотылёчек иди к нам а в ящичке что у нас тут здесь винтовка но такое себе фрагмент стыковочной шахты это уже было ядерный ядерный реактор ухты а вот это уже интересно один из трех фрагментов возобновляемых источников энергии обычно хватает для поддержания небольшой станции для всего остального есть ядерная энергия питание от максимум 4 заменяемых урановых стержней реактора не пытайтесь заменить стержни реактора без полного противорадиационного костюма не пытайтесь разогнать и реактор ядерные реакторы идеально подходит для энергоемких операций таких как самодостаточные колонии с населением более 20 человек промышленные станции работающие с многочисленными доками и тяжелой техникой а также исследовательские станции содержащие живые образцы понятно значит потребуется 4 урановых стержнях у нас один вроде бы есть мне кажется это он есть инопланетная фигня которая зелененькая такая вполне вероятно что то это именно урановых стержней осталось найти еще три ну и конечно же фрагменты этого ядерного реактора ну похоже больше тут ничего не найду он невероятно что так еще одно жилище до гейзи на глубине 500 метров сплавать до него как думаете вот у нас по материалам уже инвентарь почти забит я думаю пока не стоит к нему плыть давайте ближайшие материальчики соберем и поехали отсюда потому что потому что нужно строиться много целевой отсек у нас имеется остальное мы уже как-нибудь следующий раз попробуем добыть ну к интересно эти грибочки можно собрать медузный гриб спора нет нет ни споры не нужны так что их выкидываем нам нужны сами глубоководные грибочки он невероятно что их не здесь нужно собирать а в другом какой-то месте теплым поверхности хватит время терять займемся перестройкой базы либо сначала на аврору сгоняем до конца там все исследуем ну принципе можно песчаная акула ты что тут забыл это вообще его самого выхода точит он наконец-то выбираемся из пещерки и поверхность пара домой и кстати давайте сразу отметим 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 сигналах первое возможное жилище до гейзи убираем а второе помечаем желтым ура мы прибыли домой залезая в отсек ух наконец того прибыли хочу эту пану у меня же есть хранилище мини хранилище здесь я мог бы еще добыть руды и всякой разной а я я совсем про это забыл вот дурак из специального для этого сделал твою же мать может еще парочку сделать хранилище усиление корпуса сразу давайте усиление корпуса точно еще одно хранилище вот ну-ка-ну-ка улучшение усиление и дополнительное хранилище так это не увеличилось скорее всего появилась просто 2 здесь с другой стороны да или нет да вроде нет а как это работает может они не сочетаются вполне вероятно что они не стыкуются между собой но печалька тогда будет да только одно хранилище к сожалению ладно зря только скрафтил зато будет запасным друг мы опять потолек потеряем тогда будет запасной у нас хранилище давайте здесь сделаем на стены шкаф специально для этих модулей бы рядышком все хранилось вот ништяк берем с собой пропульсионную пушку хотя давайте я сразу лучшим до репульсионной в точняк как мы сделаем тогда сейчас у нас будет кушечка покруче вот такая пушечка цвет только поменялся ну-ка ну-ка как она вообще действует об стоп от от стоп стоп отталкивает она не притягивает а тупо дамажит больно я думал просто помощнее будет она просто фигарится все силы а сможем ли мы ее использовать там где нам надо вот эта проблема либо новую создать дать это я просто пропульсионную создадим и это думала будет мощнее она оказывается дома же тупо и отталкивает это мне не нравится я хочу иметь возможность перемещать предметы вот теперь у нас просто пропульсионная без всяких закидонов можем притянуть и оттолкнуть вот так то садимся в мотылек и отправляемся к авроре сейчас на базу заскочим проверим как она себя чувствует не развалилась ли да нет вроде живет и тут кучу всяких ресурсов на будет потом забрать да полную всего накопилось у вас но сейчас самое главное попасть на аврору изучить ее до конца ближе не подплываем дальше только на нашем глайдере ну ка этих паучков жучков мы сможем поджарить и съесть нет просто больше дамага но хоть что-то уже неплохо а пропульсионной пушкой а да можем горе прикольненько я батарейку не взял с собой блин оба батарейку собой взять ладно потом из строителя вытащим либо из чего-нибудь еще дошли до грузового отсека ну-ка ну-ка как справиться наша пропульсионная пушка в и контейнер можно откидывать да хорошо что мне сказали не только контейнеры все что угодно столы стулья всякую такую дичь сейчас главное внимательно все осмотреть раздевалки тоже вроде ничего не наблюдается хотя может если эти поднять кавчики может что-то за ними будет но нет их нельзя поднять слишком крупные к стопроцентно это вот здесь а туда забраться как-то значит передвигать надо ящички вот так 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 перестарался с маленький о как то так а выше 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 как как думаю мы сможем прямо забраться будет возможность такая но нет нужно еще что-то а если вот эту трубу тоже не вариант нам 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 как бы это нам сделать кучу ящиков друг на друга поставить в принципе как вариант к вот эта фигня типа так но да блин да чтоб тебя туда можно по-любому забраться там еще огонь скорее всего придется возвращаться на базу брать огнетушители брать кучу батареек и пытаться здесь кто-нибудь сварганить ну-ка вот это можно поднять это тоже можно ну-ка ну-ка если трубой забабахать давай поднимай да чтоб тебя да куда ты ай ладно надо будет придумывать с кучей батареек что-то варганить и сейчас рассмотрим жилые отсеки но в этой комнате точно ничего нельзя сделать на складике тоже думаю не вариант каюта капитана закрыта каюта 2 тоже пароля нет значит здесь ничего точно нету ну-ка 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 что здесь написано как так 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 кода никакого нет нет кода нету вроде бы нет а и жалко ну да и местный вариант это вот та фиговинка а под водой под водой тоже этого ничего не найдем ну что прошлый раз я все обыскивал под водой и так и не находил ничего ценного хотя хотя сейчас каких-то туннелях тут шарюсь да ладно нашел под водой реально к эта фигня есть ё-моё и пошел какую-то тайну комнату здесь все ломается все падает а ей что-то горит так 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 ну-ка 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 что здесь у нас имеется терминал базы данных данные черного ящика авроры ух ты вот хорошо что я начал нырять и все проверять начат маневр гравитационной проще вокруг планеты 45 46 б высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты аварийный сигнал бедствия отправлен под дальней связи на прослушивающий буй корпорации альтера обнаружено попадание отсеки со спасательными капсулами по правому борту повреждены исходящая связь нарушена начата экстренная эвакуация ручное управление передала капитану холестер спасательная капсула от 1 до 25 успешно запущены то есть всего 25 капсул окей вот в атмосферу планеты зарегистрирован мощный удар защита ядра привода повреждена аварийный ответ получен от 8 капсул на поверхности планеты признаков человеческой жизни обнаружено на дальнем расстоянии через 8 часов после падения один выживший пропавший без вести персонал шеф по обслуживанию второстепенных систем ралли робинсон решение по выживанию от штаб-квартире альтера получено спустя 8 часов на высокоприоритетный терминал в каюте капитана оборудование слежения отказала через 13 часов после падения но это нам дает хотя бы какую-то примерную информацию что произошло я точнее мы знаем что произошло инопланетяне пыльнули по ним так тут век нужно вскрыть сейчас мы это сделаем ну-ка ну-ка что-то внутри окажется электричество электричество дверка с кодом который мы не знаем к сожалению и все все и все нет что то здесь должно быть еще кпк-шка есть доступ к лаборатории если вам нужно настроить свое оборудование используйте станцию модификации носовой секции или возьмите заранее настроенное оборудование из лаборатории рядом с дата кольцами код для двери 6483 спасибо вам граждане хотя тут дырка и чем нам код когда дырка тут огромная а в это может чтобы просто подышать ничего ценного нету я сначала ящики обычным тут вторая дверка понятненько просто две дверки двух сторон окей она поверхности на поверхности ничьи кошки давайте сначала с этой стороны откроем и 483 рука сезам откройся и что же нас здесь ожидает кто-то хорошенькая анализатор образцов не рабочий микроскоп я не знаю зачем эти штуки нам нужны но просто возьмем а кпк-шечка чему мы можем научиться у коллективного разума планеты страйда 6 как охарактеризовать индивида составляющего коллективный разум являются ли они неразумными компонентами большего разумного организма или же больше разум всего лишь продукт независимых организмов может ли быть и то и другое мы определяем организмы по их чертам но неизменно узнаем что разнообразие этих черт зависит от черт их окружения концепция головастика бессмысленная без концепции лягушки который он разовьется идея хищника пуста без понятия добычи это поднимает вопрос если мы все определяем связывая это с чем-то еще то что мы на самом деле объясняем наглядным примером этому будет колония коллективного разума недавно обнаружено на планете страйдер 6 наружи гнезда было размещено устройство убивавшие током любую особь приближающийся к нему колония муравьев потеряла бы много особей прежде чем между ними был бы передан базовый сигнал опасности что научило бы их избегать устройство успешно но затратно колония на страйдер 6 быстро разбилась на две группы одна пыталась сдвинуть устройство грубо силой жертвуя особей в попытке сделать это 2 пыталась засыпать устройство песком эти две цели были взаимоисключающими завязалась борьба первая группа была побеждена ввиду их малого числа устройство было безопасно погребено и выжившие объявили перемирия с точки зрения индивидов произошедшее должно быть было ужасно точки зрения коллективного разума надоедливая проблема была разрешена наиболее эффективным путем чья же перспектива верно мы предполагаем что не та не другая пытаясь загнать таких существ наши жесткие рамки концепции мы придаем миру ложное впечатление конкретности и значимости то является отражением нашей концепции на самих мы описывали особей страйдер 6 атакующими друг друга подобно тому как мы описываем микробов атакующими человеческое тело однако страйдерская колония подобное тело не может быть здоровой в целом без агрессии и компонентов мы называем нейроны в мозгу неразумными но мозг в целом разумен а когда одна идея занимает мозг и выдворяет меньше мы описываем это как акт агрессии мы оплакиваем погибшие нейроны когда философия или технология занимает место в человеческом обществе когда из-за них разгораются воины и гибнут люди правильно рассматривать это как добро или зло не воспринимайте это как попытку опровергнуть значимость нашего существования нашей точки зрения наше существование по-настоящему важно но наша цивилизация и наша вселенная действительно ли они отличаются от колонии на страйдере 6 ограниченный разум существами из плоти и крови или наша вселенная и вправду одна гигантская разумная система а мы не более чем объемы роющие важные для себя дырки в ее поверхности нам как ученым следует помнить что наша цель не окрашивать мир в то что мы видим а увидеть его таким как он есть на самом деле очень интересное извлечение здесь философские и разумные интересный такой читать узнавать лор игры мысли разработчиков достаточно развивающим такие давайте прочтем терминал базы данных обнаружено повреждение базы данных технологические чертежи успешно обновлены какие чертежи репульсивной пушки так она же у меня уже есть пропульсивная скорее всего репульсивную тупо добавили до которой у меня уже было но если бы ее не нашел она бы у меня появилась а что у нас дальше давайте посмотрим а все в смысле мысли и это все это все что было ничего больше интересного нет не может такого быть кто-то же должно быть еще кто-то что-то что-то интересненькое но не хочу верить что это все печаль к я могу сказать в проходик что-то его сразу не заметил ну-ка ну-ка ай огнетушитель пустой твою мать черт но мне нужно то попасть на огонь потушить ай-яй-яй-яй-яй-яй что рискнуть пробежаться устой огнетушитель дурафский вали отсюда нафиг horror скринял ай ей во огнетушитель здесь хорошо что я рискнул и стал бежать на базу и ништяк дальше исследуем а здесь понадобится пропальзионной пушечка стоп что мысли какого что за это выход что ли отвали ты нападать на меня сейчас съем тебя козлина то чего не такие агрессивные достали для этого спокойно передвигаясь топы стопы стопы ребят это та же . откуда я пришел нет это проход снизу а точно 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 я сверху поднимался это снизу проходик правильно я думаю да 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 так что возвращаемся нужно проверить ой теорию с ящиками то пока тут какого хочу ящики провалились чё за какого вы провалились то что за хей какого фига ящики взяли и пропадали как-то туда залезть а может оттуда сможем ну-ка 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 с этого бортика суда поставить очки туда забраться или нет не вариант если наверх вот так сделать такую насыпь как вариант можно попробовать правильно эти штуки нельзя перекинуть остается ой остается только через лесенку как-то там проникнуть это по ящикам прыгать надо куда ящики какого хрена не то провалились то вообще короче у меня все батарейки закончились я таки не смог нормально все сделать чуть-чуть осталось блин эти ящики долбаные чтобы халеший короче в топку как-нибудь потом что не придумаем это заберемся пока я даже не могу понять не это сделать то проще там еще дырка в стекле было тоже по идее как то можно взобраться ай ладно плевать все валим домой на хрен по пути обратно еще все просмотрим детально может что-нибудь упустили но ключ от каюты капитана вы таки не нашли жнец нет жнец твою мать а ей еще в глайдере кончусь батарейка уху ху 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 все переделывать сделал вот такой фундамент 3 на 2 и сейчас будем все переносить всю дашенькие может даже еще расширить фундамент нет не сможем у нас меня закончился так что будет 3 на 2 и я сейчас подумал давайте построим нашу базу рядом с лавовой пещерой у нас же имеется теплоэлектростанция где она вот теплоэлектростанция преобразует тепло в энергию со средней эффективностью аэрогеля конечно пока нету но когда мы его добудем мы сможем здесь построить электростанцию и добывать энергию прям отсюда так а как его делать прямо на дно погружать или как а я прям сюда можно впендюрить энергию потом передавать через энерго узлы энергопередатчик увеличивать дальность действий источников питания то есть он будет передавать нам энергию или нет я с там пока неизвестно у просто заранее базу рядышком построим чтобы знать наверняка то здесь мы сможем брать энергию да так мы и сделаем вот и все наконец-то я закончил перестраивать нашу базу я сделал ее побольше поставил два многоцелевых отсеком один под жилье сделал такое окошечко чтобы могли смотреть внутрь а второй отсек у нас специально идет под складик под изготовление склад и так далее ну и конечно же комната сканирования рядышком у нас отсек для хранения наших мотыльков и других возможных транспортов вот здесь я сделал лючок с переходом потом наверх к отсеку сухому доку сразу можем запрыгнуть сюда рядышком шкафчики то можно было брать с собой инструменты батарейки зарядное устройство рядышком и еда с водой ну и конечно же изготовитель прям перед носом потом у нас идет кого-то хранения складик центре стоит модификационная станция по всем стеночкам настенные шкафы они хоть и меньше размером но удобнее благодаря тому что у них есть надпись так гораздо проще ориентироваться здесь у меня шкафчики для титана меди кварца и стекла то есть для первого тира потом второй тир золото серебро медь свинец и шкафчики 3 тира магнетит литий алмазы рубин и ионный куб а здесь у меня шкафы огромные стоят специально для такого оборудования которые занимают много места затем производная от органики ну конечно же сама органика маленьких шкафах она не очень хорошо помещалась так что решил сделать вот такое небольшое отступление чтобы засунуть туда органику а рядом с этими шкафами у нас будет стоять серо соль еще свободный шкафчик пока я не решил для чего затем у вас идет отключение в колоту сканирования кстати постеры везде расклеил те что смог прикольники такие на пути к нашей комнате отдыха радио стоит и постеры вот так выглядит наша спальня поставил на кроватку мягкую игрушку динозаврик и обжору их у нас полочки такую фигню туда складировать коллекционировать рядышком цветочный горшочек поставил пока не знаю что в нем выращивать потом что и придумаем котик у нас за рабочим столом урна и автомат который выдает нам чипсики картофельная сорти дает еду но теряем водичку ну и конечно же аквариум поставил закинул то различную рыбку рядом скамеечка можно сесть и любоваться как тут себя ведет живость такую разную попытался закинуть и что рядышком поймал потом будем их разнообразить и создавать что им прикольника возможно когда и в будущем создадим целый отсек под аквариум там будут различные виды плавать будем коллекционировать таким способом прикольника как мне кажется сухом доке у нас стоит мотылек рядышком консоли улучшения транспорта и повесили шкаф специально под модули чтоб своих скидывать далеко за ним не бегать все было рядышком потом еще нужно будет везде раскидать свет как-нибудь все по улучшать может второй уровень сверху создать таких отсеков там что и другое будет я конечно еще не все технологии построил которые мы находили но постепенно будем все отстраиваться находить новые материалы и улучшать и прогрессировать а пока что эти на этом остановимся я немножко подустил слишком долго ее строил таким образом мы заканчиваем серию до окончании строительства базы а на этом все всем спасибо за просмотр с вами в лавре и до скорых встреч